Меня зовут Владимир, я журналист. Вы на обмен писали? Что? На обмен писали? Хотите на обмен? Да. Значит, записываем для того, чтобы вас увидели на той стороне, обращайтесь, чтобы вас забрали, ну и в общем такой небольшой шанс, что вас заберут. Побеседуем? Ну, смотря о чем. А вашей ситуации, в которую вы попали? Ну, давайте. А о чем вы думали? Ну, я же не знаю. Может, вас вводные темы, может, все другие какие темы. Свободные тоже есть. В общем, смотрите, я вам вопросы задаю. Вы на какие не хотите, можете не отвечать. Договорились? Ну да. Такой принцип. Все-таки как-то мне не очень нравится этот микрофон, он очень низко и выше. А говорите вы тихо. Ну да, может быть. А громче можете говорить? Могу, но горло першитое, я потом вообще… Вон у вас вода, если хотите, можете брать. Спасибо. Она не начата. Даете ли вы добровольное согласие на записи публикации нашего видео? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Стрижковь, Вита Борисовна, 27-го, 26-го, 73-го года рождения. Проживала в СМТ Шевченко, БГТ Шевченко, Купенский район, Харьковская область. А за что вас осудили? Статья 111, часть 5, срок 9 лет. А часть 5 это что? Добровольное занятие посады. То есть это госизмена, которая подкрепляется добровольным занятием… Наверное, в какой-то должности в оккупационной администрации, так? Да. А скажите, у вас семья, дети, муж? Да. Все там? Даже не знаю где. В смысле? Ну так. Часть знаю где, а остальное сейчас без понятия даже. А расскажите об этом, пожалуйста. Что произошло? Произошло в один прекрасный день все. И я в СИЗО, маму я узнала, объявилась через 2 месяца, а остальные не знаю где. Не, узнала через 2 месяца, что сын тоже в СИЗО. Что и когда произошло? За что? 24-го началась война. Это дальше? Дальше. Давайте вы вопрос, а я ответ. А там уже может как-то по-другому. Просто что дальше? Меня интересует, меня интересует, да и всех интересует, с того места, где к вам заходят российские войска. Когда и куда? Что у меня? Ну это, наверное, март, апрель месяце. На окраинах поселка начали появляться российские военные. Я уж точно не скажу, ДНР, НЛР или российская, это не знаю. А потом, наверное, март, середине апреля уже сам поселок начали появляться военные. Так, так. Ну и… Я придумал. Их количество увеличилось, увеличивалось, и так и было. Вы вступали с ними в какое-то взаимодействие? Взаимодействие какого рода? Любого. Общение. Общение? Ну, по сути, да. Потому что я до войны и во время войны работала всю жизнь в поселковом совете. Кем? Так, главный специалист информационно-організаційного отдела. Так. Питание, вернение граждан. Так. Резного рода, резного направления. Так. Ну и в связи с началом войны мы только все, кто остался, занимались… Вы можете в украинскую мову говорить. Ну, я на суржику. Будь ласка. Все, кто остался дома, не начал уезжать. Не, объясню просто. Мы пытаемся вас, как бы, вы хотите на обмен, да. Вот, и мы пытаемся до той стороны донести, почему вы их человек, или вы же… Я не знаю наперед, в общем, ничего, да. Но так на их языке они, по крайней мере, хотя бы это смогут понять. Да. А дальше, ну, в принципе, как вам удобно. Потом началось, с началом войны просто занимались выдачей гуманитарной помощи. Той, что в нас в поселке своими силами было собрано. Просто обращение граждан, кому больница, кому медикам. В общем, принцип помощи людям. Так и осталось. И так было и дальше. То есть вы остались на своей должности? Да. Должность как? По сути, то, что я делала, то и продолжала делать. Действительно, взвернание граждан обращения, то и осталось дальше в работе. В чем суть была вашей деятельности уже после оккупации? Практическая, имею в виду. Практическая. Практическая. Гуманитарная помощь приезжала. Мы ее расфасовали, раздали, развезли заявления от людей. Кого света нет, кого газа, связи нет, ничего нет. И потому все через нарочно, как нарочно, приехал, рассказал. Я пошел второму, рассказал, кому что надо, кому что помочь, чем можно помочь. Если бы вы этого не делали, какие были бы, что было бы? Ну, честно говоря, если бы я тогда, я не думала, просто пыталась помочь. И все. Своим людям, своему населению. У вас есть пророссийская позиция вообще какая-то? Ну, я не знаю, как, что это можно сложить. Я просто человек, который живет на своей земле и пытается, пытался помогать своим же людям, своим односельчанам, своим соседям. И все. Хорошо, давайте. Не хочется так, но придется. Вот чей Крым? Что? Чей Крым? Вопрос, чей Крым? Ой, Крым. Крым – хорошее место, да. Крым украинский, конечно же. Сколько лет вы получили? Девять. У вас в России кто-то есть? Родные есть. Которые там давно живут. Вы, ваш сын зашел в СИЗО? 111-я. Сын где учился, работал? Работал. Зашел 111-я. Ну, 111-я. Нет, у вас за то, что вы заняли, остались, короче, на своей должности при оккупационной власти. А у него? Даже не знаю, что им инкриминировать, честное слово. Но вы говорите, ездил. Ездил, я знаю, на дамбу ездил, это да, по гуманитарной помощи. И вот теперь ребенок сидит. Сколько лет ему? Не знаю, у него, по-моему, насколько я знаю. Нет, лет ему. А, лет 25. 25. Да. Муж? Не знаю, девят. Мужа не видел вас с момента и не знаю, где с момента. Когда вас закрыли? 7 сентября. После деоккупации? Я так понимаю, в самые-самые первые минуты. Как вы увидели украинских военных, удивились? Честно говоря, мы не поняли вообще. Военные-военные. А потом уже по мове, по языку, да, поняли, что это украинские военные. Да, и что? Страх, радость, что у вас было? Да нет, ничего. Лицом в землю и все. А это военные или с был лицом в землю? Наверное, военные. Почему они решили вас положить лицом в землю? Закрыли. Мы представились, были с собой, даже, наверное, не представились, я уже не помню, были с собой паспорта. У меня на педозрах, оказывается, было про затримание с 26 или 27 июня. У вас флаг российский висел там в кабинете? Да, это была рабочая машина. Но если вы все знаете, зачем вы спрашиваете? Я представляю. Представляете? Это была рабочая машина. Если бы у меня был ваш приговор, я просил взять с собой приговоры, мне было бы проще. Я бы открыл бы и увидел, что конкретно вам инкриминирует, а какие эпизоды там описаны. Сколько у меня этого нет, я знать не могу. Я пытаюсь понять, почему украинские военные могли положить. Да, машина была не личная, это была рабочая, государственная, так скажу, по старинке. Да, там был флаг. Первую очередь с этим. Ну а потом уже все. Кто еще с вами был? Намасен. Ваш? Да. Вы были на этой машине? Да. Ага. Понятно. Активно сотрудничали с оккупационными властями. Ну я понимаю, вы это аргументируете тем, ну помощью как бы людям. Ну да, у нас разные понятия, наверное, во всем и потому. У меня нет никаких разных понятий. Нет, я имею конкретно вас в виду. У меня есть понимание той вещи, что наша история не годится для обмена. Ну ваша история, которую вы рассказываете, она для обмена не годится, потому что вот вы вроде как проукраинских взглядов, это означает, ну хотя бы ваш ответ на вопрос, чей Крым, означает, что вы взглядов проукраинских. Вряд ли вас заберут туда. Единственное, что я могу сделать, это записать обращение от вас, где вы не будете рассказывать никаких деталей, просто скажете фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы. Сотрудник получил такую-то статью за то-то и то-то, то есть не будете вы там объяснять ничего, просто получила статью за то-то и то-то, прошу забрать меня на обмен. Такое видео я вам могу предложить записать короткое. Ну, шансов немного, но... Вопрос можно? Да, конечно. А вы и в СИЗО поедете? Или не вы? В СИЗО я не поеду, потому что там без приговора люди сидят, а они еще не виновны. Ну, вы же понимаете. Да, да, я поняла. Поняла. Представьтесь, как зовут вас в имя и имя общества. Стрижковида Борисовна, 27.06.1973 года рождения, проживала в ПГТ Шевченково Купенского района Харьковской области. Статья 111.5, срок 9 лет. Начало срока 10.09.2022 года, конец срока 10.09.2031 года. Что конкретно вы делали? За что вы получили? Срок я получила за добровольное занятие посады в администрации державы-агрессора. Там же, на месте, где вы жили? Да, на месте, где я жила. Хотите на обмен? Да. В России родственники у вас? Есть родственники. Ну, вы для них свой человек же, правильно я понимаю? Если вы занимали участие, должность в оккупационной администрации, вы для России свой человек? Может, наверное, да. Ну, должны они вас забрать? Я думаю. Чтобы вы не отбывали здесь 9 лет на ходу. Я думаю, да. Ну, как думаете, заберут? Думаю, заберут. Надеетесь на это? Надеюсь, конечно. Так, ну, меня зовут Владимир, я журналист. Представьтесь, как зовут вас полностью? Баталина Анастасия Владимировна. Число без ограждения? 06-03-1983 год. Так, откуда вы? Проживаю в Харьковском, оба Змеевского района, село Провитарское. А под оккупацией было? Нет. Никогда не было под оккупацией? Нет. Так, за что вас посадили? Посадили, вам рассказываю. А, нет, вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего видео? А, запись, это как, снимать или просто одна запись? Уже снимается, могу ли я опубликовать это видео в соцсети для того, чтобы вас увидели с той стороны, забрали на обмен? Вы же писали на обмен? Да. Я просто забыла спросить. Да, писала, конечно. Ну, вот это, собственно говоря, для того, чтобы вас забрали в разговоре. Да. Ну, вы же своя для них или нет? Да, конечно. Так вы даете согласие? Да, я даю согласие. И скажите, пожалуйста, на ту сторону запись или запись будет на этой стороне и на той стороне? Запись публичная, доступная на этой стороне и на той. А, ну, все, я поняла. Так, и вот за что вас теперь осудили на спрессе? На данный момент, как, не на данный момент, на тот момент я была дома, вот, в Российской Федерации, у меня все родные, все родители с Российской Федерации, вот. Да, я совершила преступление против Украины. Какое? Дома, по месту жительства сдала, как называется? Позицию? Да, сдала позицию. Навели на украинскую технику? Ну, не то, что навела, как, я навела, ну, не то, что навела, прям, это, ну, и в России там не было. Кому вы передавали информацию? Российской Федерации, ну, родственникам, родственникам, вот. Что именно вы передавали? Передавала, передавала то, что у нас есть украинские военные, вот, в нашем селе, наше село было против, чтобы вообще никого не было, не было ни блокпостов, не ставили возле квартир, хат, такое все. Потому что это привлечение, ну, военные действия, ну, без, как вам сказать, к невинным людям, ну, как, которые не ждали и не ждут никого. Вот, и сейчас, на данный момент, там, где я живу, в этом селе, не было и нет ничего. Не очень понял вашу историю. Что значит, в селе не было ничего? Я сдала позицию своим родственникам и друзьям, которые по сегодняшний день нету ничего, ну, которые, как все говорили, ну, вот, дают позицию для чего, чтобы там ударили или еще там что-то, вот, по сегодняшний день нету ничего, все целое, все живое, все живые, все нормально, все хорошо. А мотив ваших действий, зачем вы сдавали эту позицию? Не знаю, ну, потому что Российская Федерация, мои родственники, и я всегда хотела, чтобы были закрыты, были открыты всегда границы, как и раньше было все. Ну. Вот, ну, и чтоб, как, ездили, общались, вот, ну, как. Надо было уехать? Ну, вот, надо было, а, кто знал, вот, как говорится, если бы знал бы, соломку подстелил бы, где упадешь, там и соломка, ну, это, вот, что-то такое, вот, вроде, это. Ну, как бы, вы сдавали технику для того, чтобы по ней ударили, правильно? Да, ну, да. Да. Но у нас техники не было такой, которая, она проезжала мимо нас, мимо меня. Да, это без разницы, вы сдавали украинскую технику, чтобы по ней ударила Россия, чтобы для вас границы открыли, я правильно понимаю? Ну, да, да. Да, да, но путь был проще, можно было взять и просто уехать за эти границы. Вас держал кто-то? Нет, я тогда, тогда, на тот момент я не соображала, ну, это, чтобы можно было уехать. Ну, думаю, это, и родственники мне это сказали, говорят, откроются, ну, как мы общались тогда, вот, что откроются границы, говорят, будем часто видеться, ну, мы к вам приезжать, вы к нам приезжать. Только надо сначала украинскую технику разбомбить? Ну, получилось так. Ну, это вообще, как бы, не смешно, это жизнь людей. Да, это я понимаю. Ну, вы сейчас понимаете, что вы наводили на живых людей, которых должно было убить? Да, теперь я понимаю это. А тогда не понимали? Ну, тогда я не соображала. В смысле, вы были в каком-то состоянии эффекта, находились? Нет, я не в состоянии эффекта была, вот, ну, как, для меня война, ну, война, это, как, деды-бабы прошли это все, вот. Вот, которые раньше, ну, в сорок пятом такое все было, вот, ну, сейчас в двадцать первом веке вот эта вот война, ну, я не знаю, ну, для меня это, нет, даже не знаю. Ну, у меня сейчас все родственники, вот, на русской федерации, русской федерации, вот, ну, они для меня плохого ничего не сделали. А Украина для вас что плохое сделала? Ну, не знаю. Нет, давайте так, вы переехали из России, правильно? Да. Вы переехали из России в Украину, конкретно там, где вы проживали, вместе с дочкой, так? Да. В каком году? В двенадцатом году, но я родилась тут. В Украине? Да. Сначала уехали в Россию? Да, я родилась тут, вот, школу тут закончила, уехали мы в Россию. Так. Вот, потому что бабушка с дедушкой у меня, ну, с Российской Федерации. Понятно. И мама. А зачем сюда вы вернулись? Сюда вернулись, потому что тут вот бабушки и дедушки нету, дедушки вот недавно не стало. У дедушки сын, вот, мамы тоже нету, вот она шестьдесят пятого года была. Так. А сын тут остался, и еще жив был мой брат, родной, младший, на пять лет у меня. Так. Вот, они тут жили, и вот мы через них приехали сюда. Через них для чего? Ну, чтобы помогать. Чтобы им помогать? Да. Дочке вашей сколько лет? Вот, школу вот заканчивают. Школу заканчивают? Семнадцать лет? Ну, да, шестнадцать. Шестнадцать. Она учится? Да, да. До сих пор в Украине, все она. Да. А кто за ней сейчас смотрит? Есть, ну как, братова жена. Брата жена? Да. Невестка. Из всей вашей истории, я понимаю, что даже если вам что-то в Украине здесь не нравилось, какие-то порядки вам не нравились, что-то еще не нравилось, а вы могли вернуться в Россию, правильно уехать? Еще раз. Да, ну как, надо было, ну, не подумала, не додумалась. Чем вы занимались вообще здесь в жизни? Где вы работали? Работала, вот как сюда приехала, с 13-го года в охране фирмы «Витязь», «Витязь Беспека». И по месту жительства… Беспека, чем занимались вы конкретно там? Охраняли норки, Кочубеевка, Полтавская область. Что за норки? Живые норки. Зверьков? Да, зверьков. Да, и уже тут, в Харькове, возле Рогани, курятник «Заря» охраняли. Ага. Так. Ну, шо ж. Не вижу ничего. Ну, жили себе? Ну. Не, ну просто в один момент навести на украинскую технику. Это надо набраться ненависти против Украины. Это надо набраться ненависти против вооруженных сил Украины. И почему-то себе решить, что должны быть открыты какие-то границы, как вы говорите, и заняться тем, чем вы занялись. Вы сейчас как относитесь к своему поступку? Как вы его оцениваете, свой поступок сейчас, на данный момент? Ну, то, что я сделала, того же не вернуть. Вот. Ну, а в дальнейшем, в дальнейшем я думаю, что я буду с родственниками, потому что они мне только близкие отдались. Да нет, это я понимаю. То, что вы сделали, это уже не вернуть. Ну, да. Вы бы повторили бы еще раз такой же самый поступок, если бы вот знали наперед все? Нет. Если бы, ну вот как в книге, да, написано? Вот там. Если бы я бы знала, что у меня такая дорога будет, я бы на этой дороге не пошла бы никогда. Я бы ее обошла. Вы бы уехали бы просто в Россию? Я бы просто поехала и все. Еще и могли дом там продать у вас. Было бы какое-то имущество? Да, конечно, дом, такое все. Я бы уехала, и тут бы не оказалось бы, и все бы нормально было. Представляете, как просто такая схема? Элементарная, вроде бы, казалось бы. Ну, что-то вот. Да. Повело меня сюда. Я ваш приговор не читаю. Я так думаю, что если сейчас читать ваш приговор, там будет чуть больше, чем вы рассказали. Правда? Так само, как я и рассказала. Что, не будет больше никаких эпизодов? Я не знаю, какие там эпизоды. Ну, а что по поводу того, что вы специально искали вот в одноклассниках, в ТикТоке, ВКонтакте людей, которые были за Россию, проживали на оккупированной территории? Я не специально искала. Они были у меня давно в друзьях. Я их не искала. Они у меня были. Это уже прокурор или следователь там уже. Вот, а они, да, тоже еще. Вот. Они у меня давно были. Там же родственники у меня в этом. Все как было, я рассказала, ну, как ей, ну, то, что как дома было. Да чуть-чуть, не до конца вы понимаете, в чем дело. Без деталей как-то. Вот без деталей как-то. Потому что если в детали вдаваться, то, например, вы отправили Google Maps. Да? Google Maps. Два штуки. А что за мапсы в Google? Скриншоты. А, стоит. С отметками геолокации. И подпись. Смотри синий кружочек. Это я живу. Зеленый это укрополоска зеленая. Что-то поставили на чердаке дома. А красный это укропост. На посту там не было никого. Вот так поставили. Вот. Почему? Потому что все наши жильцы собирались и говорили, что убрать. Не надо привлекать. Ну, и сейчас, по сегодняшний день, не хотят они, чтобы привлечение было к нашему селу. Ну, я понимаю, что это у вас не спонтанно произошло. Это какая-то, ну, какие-то пророссийские взгляды, они у вас были. И вы об этом общались. У вас круг общения соответствующий. Это, которые там, это, ну, не для пророссийских таких, вот этих, как их называют еще, не пророссийских, а политика, вот это все, ну, далеко-далеко мне очень до них. Ну, вы тут, да, в деталях еще объясняете. Синие это укры, а точка одна это магазин. Там за ним автобус стоит, стоит укров. Красная это ихний блокпост. Ихний. Для того, чтобы называть украинцев украми, откуда такое неуважение? Откуда такая ненависть? Ну, почему ненависть? Меня сосед так называет. Ну, что, Укр. Ну, как, я же тут родилась. А сосед ваш кто? Дима. Он не Укр? А я ему тоже говорю, привет, тоже Укр. Он тоже, это, ну, мы так, ну. Смеетесь, я понял, с меня хорошо? Нет, не классно. Ну, ладно, слушайте, вы же на Россию писали эти сообщения, правильно, а не соседу смеяли? Ну, да. То есть, вы четко понимали, что вы сдаете украинские позиции? Я четко не понимала. Я не понимала, что это, ну, сдавание позиций. А что вы думали это? Ну, я вот когда как заходила в телефон. Смотри, это мое село, Пролетарское. Эта трасса пошла на Мерефу. Вы все подробно объясняете, что, где, как, какая трасса. Ну, потому что я же живу, на ней же, это. Она же идет, конечно. Семи лет мне ему тоже спроси, он скажет тоже. Сколько лет вам дали? Пятнадцать. На протяжении какого времени не длилась вообще? Вот эта вот ваша переписка. Ой, сейчас я вам скажу. С середины марта и до начала апреля. До середины апреля, как минимум, я уже дошел. До тринадцатого числа. Ну, тринадцатого меня забрали. Ну, тринадцатого числа вы военную часть сдали. Я локацию. Ну, вот, которые у нас они были. Да, у вас. Это же что-то меня. Вы просто вначале читали. Ну, пусть мне все понятно. Не заберут вас в Россию, мне кажется? Не нужны вы им? Ну, не заберут, так не заберут. Ну, а если не заберут, так что? Ну, буду тут. Ну, вы своя для них? Ну, для родственников, да. А для российской, для российского власти, командования, которые развязали эту войну, в пользу которых вы сдавали эту информацию? Ну, родственники, с ними все нормально, все хорошо. Вот. Выйду, конечно, я им скажу спасибо большое, я отсидела за это. Ну, я им расскажу и объясню. Ну, они и так, я думаю, посмотрят. Ну, может, да, посмотрят, посмотрят. Вот. Ну, а там уже видно будет как-то. Вы понимали, что вы сливаете эту информацию для вооруженных сил или, там, спецслужб России, а не родственникам, конкретно? Нет, это на данный момент не понимала. На тот момент не понимали? Да, на тот момент. А зачем же так подробно расписывать это все? Чтобы родственники передали, куда надо, правильно? Ну, родственники, насколько я знаю, моих родственников, они никогда никуда не передадут. А зачем родственникам вот это так подробно все расписывать? Где кто, что на крыше, где какой блокпост, где какая часть? Ну, они, они переживают за нас. О, да, они, конечно, вообще переживают именно за нас. Нас обстреливают, Харьков обстреливают, харьковчане звонят своим родственникам в Россию, родственники говорят, вы потерпите немного, мы вас освободим. Скоро, вот так они за нас переживают. Не знаю, не знаю, как они это. Я знаю, что как только вот началась война, вот мы общались вот с Андреем, дядя мой. А Витя Викторович кто? Друг. А Дмитрий Инаш кто? Друг. Это все ваши друзья с соцсетей? Да. Вот которые в одноклассниках, которые я их не искала. Они были у меня... Ну, я понял. Витя Викторович, как вы думали, имеет какое-то отношение к спецслужбам РФ? Я точно не могу. Ну, так вы просто сдавали эту информацию по нескольку раз в несколько разных направлений. Я правильно понимаю? Ну, в одноклассниках только общались. Да, но видите, в чем разница между вашим просто рассказом и тем, что написано в приховоре. То есть по вашему рассказу можно понять так, что вы общались с кем-то из своих родственников и ненароком кинули пару... Родственники, друзья. Да, а тут одна и та же информация. Вот этот текст, который я уже зачитал, он повторяется пять раз. То есть вы разным людям его сбрасывали. Откуда такое рвение? Просто так? Вы хотели на тот момент, чтобы влупили по украинской технике, чтобы ее разбили? На тот момент нет. Ну, я не думала, что могут ударить. Ну, и ударить, как уже потом мне сказали. И вы там читали про то, что синий кружочек, там, а это. Да. Вот. И на тот момент я не думала, а они могли же сразу же в меня это и ударить. Могли. Да. Без проблем. Да. То есть вы делились этой всей информацией по вашим словам просто так? Да, просто так. Не платил мне никто ничего не... Ну, там нет, чтобы вам кто-то что-то платил. Какие-то денежные переводы этого нет. Но все-таки я понимаю ваш мотив, как такой, что вы хотели, чтобы россияне ударили по вооруженным силам Украины. Потому что вы даже говорите. Хотели, чтобы открыли храницы там какие-то. Вот и все такое прочее. Ну, это же ради этого, наверное, делается. Чтобы Россия победила в войне, да? Типа, ну, ваши действия. Мне главное, чтобы открыли границу и чтобы мы общались с родниками. Потому что у меня... Как же вам откроют границу, если Россия нападает постоянно? На Крым напали, на Донецк напали, на Луганск напали. Сейчас полномасштабно напали. А какой границы? Вы что, не понимали этого, что это все происходит? До войны? До войны 2014 года идет. Ну, это да, я знаю. Ну, какие вам границы откроют, если напала Россия ваша еще в 2014 году? Что многие не поняли, не обратили внимания. Прошло мимо. Нет, я поняла, что это, но до войны, как вот Харьков, когда мы ездили, я ездила в семнадцатом году, в шестнадцатом, да, в семнадцатом году, вот в Белгородскую область. Это то, что дедушка штампенсию получал. Ну, тем более. И я думала, что так оно и будет всегда. Ну, как, можно съездить туда, вот и обратно. А в двадцать втором году Россия вторглась, вообще уже полномасштабно пошла на Киеве, на тот же Харьков. И закрыли границы, вы не поняли почему, и поэтому начали наводить на нашу технику. И блокпосты. И сообщать военные части, и трассы, и расположение. Нет. Я, да, начала злиться, что я не, когда началась война, я не поверила в первые дни, дня три, я не поверила, что началась вообще война. Я услышала грохоты, погромы я услышала, вот, а потом я уже поняла, что, ну, действительно война. Ладно, я не доберусь до вашего мотива, но я думаю, что тут и так, в общем-то, все понятно со стороны. Все. А, нет, обратитесь к России. Заберите, скажите, заберите. Российская Федерация, граждане России, я прошу вас, заберите меня к себе в Российскую Федерацию. Владимир Владимирович Путин, я прошу вас очень, так как мы проживали в Российской Федерации, вернуться на... Сдавали позиции украинской техники в Российской Федерации? Сдавали. Так как я сделала преступление против Украины, сдавала позиции. Владимир Владимирович Путин, я вас прошу вернуть меня в Российскую Федерацию. Вот это уже внятно звучит, понятно. Понятно, что сдавали им позиции, получили здесь 15 лет. И они должны, конечно, вас забрать как свою, они же не хотят, чтобы вы здесь взяли и умерли в колонии. Они же своих не бросают, правда? Наверное. Вот и посмотрите. Все. Меня зовут Владимир, я журналист. Мы общаемся только с теми, кто писал на обмен, и только с теми, кто хочет, чтобы его поменяли. Концепция понятна? Да, я писала действительно. Вы писали, потому что у меня только те, кто писал, кто хочет, чтобы его поменяли. То есть просто общение ради общения мне неинтересно. Нам нужно показать вас, той стороне, чтобы вы сделали свое заявление публичное о том, что вы хотите на обмен. А все остальное, что мы общаемся там о вашем деле и какие-то дополнительные вопросы, это просто для того, чтобы показать вашу историю. И это, да, действительно публикуется у меня на моем YouTube-канале. И, собственно говоря, от вас мне нужно только добровольное согласие на записи и публикацию. Когда давать мне согласие? Или уже запись началась? Уже сейчас. Уже началась запись? Угу. Ну, я вообще бы, конечно, хотела бы снять платок. Снимайте. Ну, как-то мне, как бабушка. А я же не знал, что вам некомфортно. Да. Тут же такая форма, что... Не, не, общение у нас свободного характера. И чем больше вы, я думаю, расскажете о своей пророссийской позиции, тем больше шансов, что вас там туда заберут, как бы захотят забрать. Так что это в ваших интересах. Я понимаю, но дело в том, что в данный момент я нахожусь... И тут тоже говорят лишние какие-то фразы, и тебе еще добавят здесь статью. Ну, вы же понимаете, насколько опасно здесь говорить о чем-то. Не могут два раза привлечь за одно и то же происшествие. Ну, уже как предыдущий зам предупреждал сразу. Получается, чтобы, получается, ты не запонималась пропагандой. А пропаганда — это тоже статья в общем. А вы говорите, вы еще в Ютубе это выложите, и опять я по накатанной, да? Ну, послушайте, это... Я что хочу свободы, они... То, о чем они вам говорили, это правильно. Это правильно. Но это касается этих стен и касается этого места. Специально подослали биологически эту зараженную муху. Она живет потом. Просто прокачает, прошивку поменяет. Вы можете представиться, как ваша фамилия, имя отчества, чтобы я знала, с кем я разговариваю? Я сказал вам, я Владимир. Если вас интересует именно имя отчества, а имя удостоверения, то это уже... На фотографии вот именно я вижу, что знакомое лицо. Где-то я вас видела. А, на фотографии видите, что знакомое лицо. Записи, публикацию нашего видео. И я вас спрошу о том, за что вас уже осудили. Хорошо, раз я уже здесь. Единственное главное, чтобы мне это не пошло на вред. И с разрешением администрации мне уже не припаяли никакое новое дело. Если бы не было разрешения администрации и всех прочих, я здесь бы не находился, как вы понимаете. В общем, проходной двор. Представьтесь, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Гачатурова Ольга Александровна, 21-й, 11-й, 80-й, город Харьков. Родом из Донецкой области. Большую часть жизни тебя прожили? Уже в Харькове. В Харькове. Ольга, расскажите, пожалуйста, за что вас осудили? Меня осудили за моё мнение в Фейсбуке. Очень банально просто. Когда приняли закон о том, что будет всё на украинском языке, мы должны работать на работе, на предприятии говорить на украинском языке, документы вести, это как было уже. Естественно, уже пошло недовольство, потому что мы уже привыкли говорить на русском, всю жизнь говорили на русском. И я опубликовала просто пару фраз в Фейсбуке о том, что это нелояльно переходить с русского на украинский, так как мы всю жизнь разговаривали только на русском. И считаю, что это людей немножко подавляет, гнобит, переходит, потому что забирает прежде всего их права говорить на русском языке. А чем вы занимались на фабрике или на заводе где-то? Ну, себя на работе. Ну, у меня вообще четыре образования. Да. Я работала и бухгалтером, я и дизайнер-модельер, я и косметолог. И я тоже занималась когда-то, ну, литературой, ну, как бы историей родного края. Ну, это только плюс к нашей беседе, что вы образованный человек. Я пытаюсь понять, где вы работали, где вас именно вот напрягло именно переход на украинский язык, и какой там функционал у вас был? Ну, смотрите, последнее моё место работы, это было как бы в посаде в финансовом отделе я работала, но там было три тысячи продавцов, я понимала, что резко три тысячи продавцам надо там перейти на русский язык. Ну, не каждый тоже владел русским языком. Украинский? На украинский язык, да. Чем продавали, где продавали, что продавали? Ну, это продовольственные продукты. Где-то три тысячи человек, это какая-то большая сеть, это супермаркеты. Да, да, это маленькие такие магазины. Ага, маленькие магазины. Вы знаете, я в Харькове уже четыре дня, и я вам хочу сказать, что здесь до сих пор большие, к сожалению, проблемы с переходом на украинский язык. Ну, то есть большинство всё-таки обслуживающего персонала до сих пор отпускают и покупают, продают, общаясь на русском языке. Ну, потому что они не поддерживают ни эти законы, и они, естественно, будут до конца отстаивать свои права русского языка. Нет, никто никаких прав не отстаивает. Ну, уже то, что люди говорят, потому что они не умеют говорить по-украински, не хотят, в принципе. Зачем им говорить на том языке, которым они никогда не говорили? Ну, просто вы сейчас расписались в позиции всех их. Ну, потому что я всю жизнь здесь живу, я просто знаю менталитет этого города, я знаю, как люди общаются. Даже люди, вот смотрите, приезжают в Западную Украину, всё равно говорят на русском здесь. Нет, это тоже неправда, это тоже однозначный перегиб, потому что достаточно много заведений, в которых всё-таки обслуживают уже на украинском языке. есть, ну, даже маленькие там торговые какие-то точки, там, кофейни и всё такое прочее, где тоже обслуживают на украинском языке. То есть я сказал большинство или много, да, но это не значит, что все. Вы берёте, расписываетесь за всех. То есть это очень плохая привычка взять и всё и обобщить. Да? Дело в том, что я живу в этом городе, я знаю уже. Я вот четыре дня нахожусь в этом городе. Я знаю, например, у меня, например, было 3000 продавцов. Я знаю, на каком языке им удобно говорить и как они хотят общаться, вот и всё. Ну, я понимаю. У меня тоже, у меня есть мнение большинства, прежде всего. Я понял. У вас есть срез мнений. Не, ну, исходя из вашего настроения. Это просто работы, да. Да, исходя из вашего настроения, я понимаю, что вы в любом, какой бы срез мнений у вас бы не был, вы всё равно будете его трактовать немножко по-своему. Ну, естественно, я как бы на тот момент я отстаивала свои позиции, я считала, что это нормально. Но за это, тем не менее, не сажают в тюрьму. Я, видите, я не вчитывался. Ну, не сажают. Давайте дальше. Ну, меня посадили. Посадили за то, что вы написали, что вы против того, чтобы переходить на украинский язык? Да. Ну, этого никак не может быть. Ну, тем не менее, получается, меня посадили за, можно сказать так, за мою твёрдую позицию, отказ от украинского языка, вот и всё. Я могу брать и читать ваш приговор? Нет. Ну, так зачем вы обманываете? Ну, я вам просто объясняю смысл того, чего я хотела добиться. Для меня языковой барьер — это… Это демократическая страна. Ну, право чего-то там добиваться или о чём-то там говорить, оно неотъемлемое, если оно не переходит рамки уголовного кодекса. Потому что ваши права заканчиваются там, где наступают права других людей. И всё это как-то закреплено у нас законами, да? Так вот, я ещё раз вам повторяю. Вы лукавите или не договариваете, или не договариваете, а точно не договариваете, просто потому, что за это вас никто бы не посадил. И таких примеров не существует. Я понимаю, большое ваше желание высказать по поводу там своей ненависти к украинскому языку и перехода на украинский язык. В общем-то, вы можете это свободно делать. Дело не в ненависти, а дело в насилии над человеческой волей. Вот у нас возьмём, к примеру, Испания. В Испании говорят на четырёх языках. Там никто никого не насилует. Есть валенсианский язык, в Испании есть. Вы знаете, много таких автономных. Вы мне сейчас огромное количество примеров начнёте приводить. Конечно, но вот, тем не менее, в Испании там вышла одна область, сказала, ну, будем говорить на валенсианском языке. Ну, у нас же не вышла ни одна область. Ну, у нас добивается это Луганск, у нас добивается это Донецк, у нас добивается ещё другие, Харьковская область. У нас все добиваются, но, тем не менее, нас даже слышать никто не хочет. Вот я в тюрьме, да? Вот пример. Я вас хочу слышать. Я же вас слушаю. Я же вас слушаю. Ну, Луганск и Донецк, там, по крайней мере, то, что происходило, я вам могу продемонстрировать кадры, срывали украинские флаги и вешали вместо них российские тряпки. Так что это не совсем языковой вопрос, с одной стороны. С другой стороны, очень много людей в Луганской и Донецкой области до сих пор говорят на украинском языке. Являются этническими украинцами и таковыми себя считают. Ну, и являются, конечно, переселенцами, конечно, западной Украины. Поэтому они говорят... Почему бы и нет? Почему бы и нет? А почему тех, которых переселили из Дальнего Востока, важнее, чем тех, которых переселили из Западной Украины? Или лучше? Я не говорю о важности. Я говорю о возможности человека свободно владеть на том языке, на котором он родился, вырос, рос, учился. Это нормально. Знаете, давайте так. Мы с вами никогда не приведем к никому выводу, да? Потому что для меня, например, человек, который всю жизнь прожил в Украине и не в состоянии отпустить товар на украинском языке, по определению считается, скажем, мягко недоразвитым. А для меня считается недоразвитым, когда человек не знает историю своей Родины. И вот у нас у всех есть история, которую мы изучали еще от Владимира Ленина, да? Хотя бы элементарно, там, за 300 лет. Может быть, вы и от Владимира Ленина историю изучали, я же не знаю. Хотя бы за 300 лет. Я считаю, что если человек не знает… Если ты человеку говоришь, кто такой Владимир Ильич Ленин, а люди поворачиваются и говорят, мы не знаем, кто это такой, я уже понимаю, что вот это, да, это недоразвитые люди, которые не знают, кто такой даже Владимир Ильич Ленин. Да. Ну вот есть такие уникумые кадры. Ну есть такие, да. Я не понимаю, зачем в Ане их заговорили. Ну, я говорю за тем, за то, что Владимир Ильич Ленин в свое время встречался с немцами. Да. И что? И пил на брондашафт? Нет. И 5.04.1919 года немцы сказали Владимиру Ильичу Ленину о том, что они нападут на Россию. Вы об этом знаете? Еще раз, пожалуйста, я сбился. Я тут сейчас несколько других имен, но вам сейчас хочу позадавать вопросы. Давайте на эту тему сначала поговорим, потому что это очень важно. Немцы сказали, что они нападут на Россию? Да. Вы знаете об этом, да? Допустим. Что дальше? Ну, это элементарно. Вот Владимир Ильич Ленин, история, вот просто школьная программа. Ну, да к чему вы ведете? Ну, чем это закончилось, вы знаете? Говорите, давайте, давайте. Не, ну вы просто начали говорить о том, что кто не владеет украинским, тот недоразвитый. Да. А я вам говорю, а тот, кто не знает Владимира Ильича Ленина, тот тоже недоразвитый человек. Я не считаю историю про Владимира Ильича Ленина нашей историей. А как это так? Вот так вот. Вот так вот. А я считаю, что человек, который не знает, кто такой Владимир Ильич Ленин, это вообще приезжий человек, потому что местный человек это знает. А это значит, люди приехали из других стран, и они неведомо, они не понимают, кто это такие Личности. Я вам хочу сказать, чтобы проверить иностранца от настоящего коренного жителя, просто элементарно, кто такой Владимир Ильич Ленин. И всё. И ты уже понимаешь, это иностранец. И вот это вот, ты понимаешь, что ты кто-то недоразвитый человек, кто не понимает элементарных вождей. Вождь Апачей, да? Вот элементарно. Кто такой Ленин? Мне очень интересно. Это Вождь Апачей. Да, ты иногда слушаешь, некоторые люди просто не знают. И ты понимаешь, где местный человек и где приезжий. Вот просто, ну, это элементарные вещи. Ещё что-нибудь об этом хотите сказать? Ну, конечно. Когда пришли немцы 5-го числа, 5-го, 04-го, 1919-го года. И пришли к Владимиру Ильичу и Ленину, сказали, что они нападут на Россию. Так. Началась война. Тоже общеизвестный факт. Но немцы потребовали, чтобы восточную территорию, которая называлась раньше Новороссия, отдали как бы Европе, и чтобы Новороссия называлась Украиной. Вы помните этот факт? Я не очень понимаю, почему мы сейчас должны говорить именно об этом отрезке истории. Ну, я вам объясняю. Вы получение независимости пропустили? Вот смотрите, я вам сейчас просто объясняю. Если человек не знает, кто такой Ленин, это я вам сразу говорю, это человек недоразвитый. Да я знаю, кто такой Ленин. Я вам объясняю. Вот когда началась Первая война. Она началась в 1919 году. Ленин не захотел отдавать Новороссию Европе, то есть присоединять к Украине. В месяц вошли немецкие солдаты, расстреливали всех, которые были на Восточной Украине, убивали женщин, детей, мужчин, расстреливали. Это Ленин не выдержал, позвонил и сказал, давайте заканчивать войну. Тогда они сказали, приезжайте, пожалуйста, там. Слушайте, а что было за два года до этого? Не хотите рассказать? Я вам просто объясняю. Тогда они приехали в Европу. Я просто не понимаю, почему вы берете конкретно этот эпизод, еще и излагаете его. Я вам сейчас объясняю, почему. Расскажите про третий универсал, про четвертый универсал. Нет, я вам просто расскажу. Расскажите, пожалуйста, людям, почему ваш хороший Ленин не дал возможность народу на самоопределение, как они очень любят говорить. Я вам сейчас объясняю. Здесь, на Восточной Украине, немцы расстреливали всех, женщин, детей, всех безостановочно. Ленин позвонил и сказал, хорошо, я готов встретиться. Через месяц он просто не выдержал. Вот этого, знаете, как говорится, уничтожения целой нашей нации. Когда приехал Ленин… Какой нации? Ну как, нашей местных коренных жителей. Нет, я хочу услышать название нации. Ну нации, которая так раньше называлась Новороссия. А, для вас Новороссия — это нация. То есть вы берете начало… В 1919 год это так и было Новороссия. Я говорю за 1919 год, потому что присоединение было разное. Я говорю за тот период, когда был Ленин, правильно? Хорошо, Ленин приехал навстречу. Приехали все, как говорится, канцлеры, да, с европейских стран. И решили подписать договор о том, что они на сто лет ровно отдают Новороссию Украине. Ровно на сто лет. Во имя того, что Европа не будет воевать с Россией. Ну вы знаете, как только он подписал этот договор, договор он называется «Брестский мир». Можете посмотреть в интернете, сейчас зайти и посмотреть, как он называется. Нет, «Брестский мир» — это общеизвестный факт и договор тоже. Да. Я не пойму, к чему вы ведете. Ну так «Брестский мир» — насколько он был подписан? Не знаю, насколько он был подписан. А я знаю. Это школьная программа на сто лет. Вот теперь считаем. 1919 год и 2019 год. Закончился срок присоединения Новороссии к Европе. Просто закончился срок. Брестский мир закончил своё существование. Это надо читать идти, конечно. Конечно. Такой закон, как Брестский мир и гарантия Европы, что она не нападёт никогда на Россию. А чем это закончилось? Я не знаю. В том, что в 1941 году всё-таки Германия объявила войну. И Брестский мир не спас. Правильно? Вы же помните тоже это по истории. Германия объявила войну? Конечно. А Советский Союз что делал в этот момент? Ну вы же помните всё это по истории. Давайте рассказывайте. Вы один эпизод мне рассказали. Я вас спрашивал про УНР. Вы это игнорируете. Давайте тогда уже Вторую мировую войну возьмём. Раз там Германия такая плохая. Я вас спрашиваю. А что делали в этот момент? Советы. Какая была их позиция? Начиная с 1939 года. Ну защитить всё-таки русский народ. Защитить местное коренное население. Вот и всё. Я вам просто объясняю те моменты, которые даже дети должны были проходить в школе. Нет, которые в школе учили. Вы говорите насчёт того, что я или кто это не знает украинский. Люди знают, почему они его не будут учить. Украинский. Никогда не будут на нём говорить. Потому что закон о Брестском мире закончился в 2019 году. И я не обязана учить украинский язык. Согласно мировым законам Брестского мира. Уже меня никто не имеет права заставить говорить на украинском обе, если договор присоединения к Европе закончился. А значит, я не обязана никому говорить на украинском языке. Хорошо. А история, которая была ещё до этого Брестского мира, вас интересует? Ну, а это уже не важно. Это же последние законы. Нет, последние законы. Те уже законы аннулировались, а это уже новые. Ольга, Ольга, а Будапештский меморандум вас интересует? Я же говорю, те уже законы аннулировались. Я прошу прощения, Ольга, вас вообще не интересуют больше никакие законы, кроме этого мира? Нет, но это самый последний закон. И срок его... Будапештский меморандум, я вас спрашиваю, вы знаете, что такое? Я говорю за последний. Я говорю за последний закон, который уже срок давности истёк. Вот и всё. Нашего континента... Давайте пока, покажите мне про сто лет, просто уже чисто интересно. Статья, которая говорит о вашем вот этом мире. Давайте я занесу просто пошу Брестский мир. Так это и есть пошук Брестский мир, и там уже всё занесено. Это я уже нашёл статью. Вот, мирный договор. Просто нет, вы же договор же надо его найти. Вы перешли на ту же статью, которая была. Я всё-таки не могу понять, почему именно этот эпизод вас так интересует, а не какие-либо предыдущие или последующие события. Вы же, когда покупаете молоко, вас же интересует срок годности молока или срок годности йогурта. Вы же всегда так поворачиваете и говорите, я же не хочу выпить отравленное, потому что я умереть не хочу. Вот логически. Любой закон, даже с Европой мы проверяем. Я хочу его узнать, какой европейский договор был подписан, я ведь умереть-то не хочу. Так я понял, просто очень много было договоров. Так и с йогуртом, да? И территории стран очень много раз менялись, да? И в результате пришли к тому, к чему они пришли в 91-м году. Но вас интересует почему-то именно этот договор, именно в этом году? Нет. То есть вы себе выстроили такую концепцию, которая основывается конкретно на этом договоре, да? Ну, конечно, это под... И узнаете об этом всё. И как бы всё остальное, что было до этого, после этого... А это уже не имеет значения, потому что сроки годности тех законов, они уже аннулировались. Это был последний закон, подписанный с Европой. Хорошо. А как же капитуляция той же Германии? Ну, смотрите, Германия же-то нарушила его. Так я понял, но она потом капитулировала, и территории стран снова изменились. Правильно? Дело в том, что когда пришёл Сталин, он вообще был грузинской национальности, да? Да. Нам немножко, если поподробнее так рассказать, как всё это закончилось. Когда Ленин подписал этот договор, у него случился инсульт. Какой именно договор? Вот этот Брестский мир. После его подписания у него случился, по-моему, третий инсульт. Ну, что-то такое. Я понял, вы ему очень сочувствуете. Нет, я вам сейчас объясняю. Отчего он умер, кстати, вы не помните? Сейчас я вам объясню. Что с ним произошло? У него парализовало язык и полностью тело. Потом он уже был в инвалидной коляске. Язык парализовало, да? Заставить целый народу так говорить на неродном языке – это одно. И когда пришёл Сталин, из-за того, что он был парализованный, у него была парализованная рука, у него был парализованный язык, он не мог донести Сталину некоторые моменты. Он уже не мог ему сказать и передать свои мысли. И что? Вот просто лежит парализованный человек, да? Удивительные подробности. Про сто лет увидим мы, в конце концов. Да, конечно. Потому что тут все возможные ссылки на всю возможную литературу, я честно пролистал, я не вижу, что он подписывался на сто лет. Ну, тут… Нет, мы можем проще поступить, мы можем просто забить вашу фразу, что договор подписывался на сто лет, да? И оно должно… Гугл должен показать. Ну, тут… Это 2014 года. А что там в 2014 году было? Сейчас, подождите, я просто… Слишком много информации здесь. Брестко-Литовский. Это тут, смотрите, тут очень много перед этим было ещё в 2018 году Брестко-Литовский. А это, когда собирались, там, по-моему, четыре страны. Германия, Латвия, Эстония, там, по-моему, ещё пару стран, которые должны были быть гарантом, что они не пойдут против России. Да. Я же вам поэтому и Будапештский меморандум привожу. И я даже не хочу о нём ничего говорить. Мне просто интересно, вы вообще о таком слышали? Конечно, слышали. Или просто мышь… При том, что вы к этому… Здесь выпадает Берестейский мир, а не Бресткий. Сейчас. Берестейский – это чуть-чуть другое. Да, конечно. Вот я, например, ввожу Бресткий. Берестейский сразу выходит. Который был подписан. Ладно, давайте по дате 5-го. Вы только что листали статью про Брестский мир. А они… Они Берестейский. А они перекручивают это на Берестейский. Оно подписано в 18… Что они? Ну, в Гугле. Он подписан в 18-м году, а не в 1919. Они перед этим подписали договор с Литвой. Но там что-то не срослось, и они… А это с Германией. Немножко другая тема. То же, когда Германия заявила на права Новороссии, на права на Азию, на права на кусочек тортика от России. Вот я хочу Россию. Ну, вот просто тут, я не знаю. Тут просто вот эвакуация французской войска в Содессе 5-го квитня. Вы на украинской мове знали статью в результате? Ну, потому что я не знаю, где делись. И что, вы читаете, и с вами все в порядке? Я уже два года не вхожу в интернет, так как я уже два года сижу в тюрьме. И в интернете, естественно, какая-то информация. Даже в Википедии я сейчас не нахожу. Я бы на вашем месте немного успокоился, потому что вы как-то аж прям трусит вас. Ну, потому что, знаете как, когда ты дома со своим компьютером. Ну, к сожалению, вы не дома и со своим компьютером, но если есть абсолютно четкая информация. Ну, по инсчете, да, мне есть четкая информация. Это надо просмотреть. Давайте, смотрите. Да, давайте вы просмотрите. Нет, давайте мы, ну, я всегда люблю. Вы же говорите мою позицию, например. Я лично сказала свою позицию. Да, я всегда люблю заканчивать какую-то тему логично, да, закрывать ее. Вот, значит, Брестский мир. Мир на сто лет. На сто лет. Значит, Брестский мир. Сепаратный мирный договор. Подписанный 3 марта 1918 года. Это правдивая информация? Абрестский мир был подписан 5 апреля 1919 года. Сначала они подписали, в 18-м году это подписали с Литвой. Хорошо, давайте не по датам, а по сути. Потому что это через год уже, смотрите, сначала захотела Литва кусочек России, потом захотела Германия кусочек России, потом Эстония, туда-сюда, в итоге они объединились и запросили такой большой кусок. На первом этапе недавно пришедшие к власти большевики, впервые вступив в международные переговоры, пытались склонить правительство стран Антанты к заключению всеобщего мира, основанного на принципе без аннексий и контрибуций. И получили формальное согласие, центральных держав с таким подходом. Это верно? Ну это как и литовский, да. Это был в 18-м году. Советская сторона стремила к затягиванию переговоров, используя их для введения агитации за общую мировую революцию. Тогда как власти Германской империи потребовали признать их право на оккупацию территорий Польши. Части Прибалтики и Белоруссии. Это, ну... Ну так это за оккупацию Польши. А я говорю за Новороссию. 10 февраля после заключения центральной... Это по-вашему это Новороссия. А вот если бы вы открывали хотя бы даже русскоязычную Википедию, то вы бы прочитали это то, о чем я вас изначально спрашивал. Потому что 10 февраля после заключения центральными державами отдельного договора с Украинской Народной Республикой. Понимаете? А не Малороссии, как вы ее называете. Как вам выгодно или удобно ее называть. Вы говорите о... Да мне плевать на Екатерину Вторую. Потому что до Екатерины Второй здесь жили вольные, свободные казаки. Да. А она пришла и сделала их крепаками. Я говорю за донских казаков. А я не говорю за донских казаков. Я говорю за тех, которые здесь на Харьковщине жили. Но они и были донские казаки. Почему они вдруг донскими стали казаками? Ну потому что здесь был город Донец. Здесь Вергунка был. Ну я шачу. Поэтому они назывались донские казаки. Да пусть будут даже донские. Вы знаете, пусть будут даже донские. И что? Ну тоже были казаки, да. Я за это. А я за то, что Екатерина вроде как что-то тут создала. Она пришла и поневолила свободных людей. Вот. Что было. Екатерина, на которую вы ссылаетесь. Но мы должны закончить с этим. Смотрите, давайте немножко вот за этот литовский договор, да. Я немножко объясню свою позицию, так чтобы вы меня правильно поняли, да. Это тот момент, когда Литве принадлежала Польша. Им захотелось Германии. Сначала захотелось Польшу. Они подписали в 1918 году, чтобы вот типа Россия не лезла туда. Давайте заключим такой договор, чтобы Россия не лезла в Польшу. Заключили договор. А через год давайте заключим такой договор, чтобы Россия не лезла в Новороссию. Это был уже 1919 год. Так вы о каком говорите на 100 лет? Как он называется? Брестский мир. Так я вам читаю официально Брестский мир. Это литовский. Нет. Тот, который вы говорите, это... Там было несколько документов. Это... Это 1918 года документ, а это 1919. Давайте я... Я понимаю. Пойду, да, путем наименьшего сопротивления. Вы говорите о том, который в 1918 был подписан? Нет, в 1919. В 1919. В 19. Так, значит, так, так, так. Ну, он там... Еще предшествовали ему соглашения о перемирии на Восточном Франции. Да, 5.05.19. Просто за 1919 год. Просто Германия постоянно покушалась на территорию Польши. Потом она решила покуситься на территорию России. Это было неизбежно. Тут, возможно, просто есть какой-то финал, да, последствия. Ну, потому что Германия всегда хотела присоединить, как бы, Россию к Евросоюзу, к Европе. Это как с Екатериной, да. Мы все время сейчас будем прыгать куда-то, прыгать, прыгать. Вот, ратификация. 4 и 5 марта. Видимо, вы говорите о ратификации. Потому что это как раз то число, о котором вы говорите. Ну, я не знаю, как они уже переинтерпретировали. Это за... Ну, хорошо, зачитайте. Ну, зачитайте. 4 и 5 марта Троцкий встречался с английскими и французскими представителями Локартом и Садулем, у которых революционер пытался выяснить, какая помощь союзников может быть оказана в Советской России для борьбы с центральными державами в случае, если Брест-Литовский мирный договор не будет ратифицирован на предстоящем съезде Совета. Одновременно правительству США была передана нота Совнаркома. Завтра с вами Ленина с аналогичными вопросами о размере и сроках потенциальной помощи. Мирная политика официального ЦК сошла с рельс пролетарской революции. Бухарин, Ломов, Урицкий, Бубнов. В общем, мы с вами полезли в какие-то такие, знаете, дебри. А ну, мне приходится это делать. Да, потому что на этой концепции, на концепции этого договора... Ну, это не пятиминутное дело. Вы вообще... Не, ну, я готов. Действительно, надо порыться 3 дня по всем... Пожалуйста. ...статьям. И мы сейчас не пробежимся сейчас. Знаете, за 2-3 минуты по... Пробежимся. Вот уж поверьте. Пробежимся. Поэтому для меня как бы русский язык. Я уже знаю, что нету смысла даже начинать говорить на украинском, потому что договор уже закончился. Значит, смотрите, цитата Ленина от 8 марта 1918 года. Троцкий начал переговоры в Бресте, великолепно использовав их для агитации. Мы все были согласны с товарищем Троцким. Он цитировал часть разговора со мной. Но я добавлю, что между нами было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев. После ультиматума мы сдаем. Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна. Неверная она стала, когда было объявлено состояние войны прекращенным. И мир не был подписан. Я уже говорю, это надо просто собраться как-то. Не на 5 минут это дело. Но если действительно так в этом разобраться. Если это интересно, принципиально интересно. Ну, этим должны заниматься СБУ. Этим должны заниматься люди, которые дипломаты в Украине. Это должен заниматься этим Верховный суд Украины. Чем? Которые знают, ну как это. Это мировые договора. И они должны знать, когда они истекают срок их действия. Нет. Причем здесь СБУ и все министерства, которые вы перечислили. Вы говорите о том, что этот договор истек его срок. Конечно. Я судорожно пытаюсь на протяжении 20 минут времени найти хоть что-нибудь об этом. Ну, смотрите. Человек, судья, прокурор, даже просто обычный полицейский не имеет права занимать государственные такие должности, если он не знает историю родного края. Ну, человек просто не имеет права иметь такую должность. Тем более, там, Верховный судья или просто судья. Знаете, что самое смешное? Говорите. Брестский мир был аннулирован решением советского ВЦИК. Восемнадцатого года. Я ведь читала это. Это который литовский. Их было несколько. Хорошо. Брестский мир. Давайте не Брестский мир на 100 лет, а Брестский мир 19-го года. Как плохо, что я, конечно, не историк. Я бы, наверное, знал бы это все, да? 1919. Для этого есть СБУ, которое должно знать историю родного края. Нет, нет, нет. СБУ, может, чего-то не должно знать. Нет, они должны знать, потому что они не имеют права по закону. Если вы знаете Конституцию Украины. Так вы мне утверждаете, что вы знаете, но вы ничего не можете дать доказательству. Я вам уже телефон дал, интернет, все, что хотите. Я вам еще раз объясняю. Ничего нет. Понимаете? Донские казаки у вас только здесь жили. Я вам еще раз объясняю. Есть такое понятие в законодательстве, в Конституции Украины. Если СБУ или там судья, или прокурор не знает историю родного края, он не имеет права занимать эту должность. Так они-то знают, вы ее не знаете, понимаете? Меня не имеют права засудить за то, что я отстаиваю русский язык. Да вас не судили за то, что вы еще раз. Я вам просто говорю. Слушайте, давайте, никто вас не осуждал за то, что вы, во-первых, защищали русский язык. Никто вас за это не осуждал. За то, что уже в тысячу... Слушайте, смотрите, я вам говорил, лукавите, я вам сейчас говорю, вы врете. Можно я дорасскажу? Ну хватит врать. Я дорасскажу просто. Объясните, за что вас засудили. Я вам еще дорасскажу просто свою позицию. Да позицию, этот бред вы можете... Я его слушал 20 минут. Сидел вот и кивал. Это не бред, это история нашего народа. Нет, этого нет. То, о чем вы говорите, его нет, не существует. Нет, не существует. Это Ленин, которого люди не знают. Если человек знает, как такой Ленин... А, вы имеете в виду альтернативную историю, которую знаете только вы? Ну так оставьте ее себе, она нам не нужна. Она нужна тем, которые хотят занимать должности. Она жаль. Мне знаете, интересно вообще, если уже на то пошло, ладно. Этого договора, о котором говорит эта женщина, его нет. А, его нет. Ну его нет. Ну в Европе он есть и везде он существует. Я не знаю, где он есть и где он существует. А в Украине его где-то вот просто взяли, потеряли, так запрятали, знаете, чтобы обычные, простые, смертные сделать бураками. В какой Украине? Я вам на русскую Википедию перевожу вас. Специально, не на украинскую. Это Википедия, общедоступная в России. И тот документ, о котором вы говорите, подписанный на 100 лет, на который вы ссылаетесь, обосновывая в том числе и то, что вы не должны учить украинский язык. И он просто не существует. Уже даже не должна. Уже я не буду учить, потому что смысла нет. Меня не имеют права просто навязать. У нас уже истек закон присоединения к Европе. Не надо меня оскорблять. Прежде всего мы не на оскорбление встроим отношения. Так, пожалуйста, докажите. И если, например, законы не знает СБУ, Верховный суд, если не знают, судья, какой род. Вы несете чушь. Вы понимаете, что вы несете чушь. Понимаете, знаете, надо историю, прежде всего, родного края. Сколько, два часа. Какого родного края у вас жили на Харьковщине донские казаки? Ну, у нас же... И был подписан договор на 100 лет, которого нет. Ну, до Харькова, то есть еще был город Донец. Ну, что? И что, что был город Донец? Донские казаки, это те, которые конкретно живут на Дону. И те, которые на Дону тоже. Да, и многие из них, кстати говоря, этнические украинцы. Знаете об этом? Многие из них переселенцы просто. А знаете, что на Кубани на украинском языке еще очень многие говорят до сих пор? Это переселенцы. Ну, и очень хорошо, что переселенцы. Ну, все. Ну, как бы, я не знаю, просто если у нас сейчас с вами идет разговор, спор и оскорбление, я не вижу смысла продолжать. Я прошу вас обосновывать то, что вы говорите. Просто сидеть и выслушивать какую-то альтернативную историю я не хочу. Ну, хорошо. Давайте тогда закончим. Нет, не закончим. Потому что мы вообще еще ни о чем не поговорили. Мы просто показали зрителю на данный момент только одну вещь. Что вы основываете свою концепцию, в которую вы верите, на вещах, которых не существует и найти даже невозможно. А даже если бы можно было бы найти этот договор, что он подписан на 100 лет, это все равно бы ничего бы не решало. Потому что после этого было подписано еще множество других договоров. И до этого было подписано еще множество других договоров. Кем подписаны? Всеми сторонами. Кем конкретно? Кого вы? О ком вы спрашиваете? Ну, вот я же говорю, кем следующие договора Брестского мира, вот вы говорите. Да, при чем здесь Брестский мир? Расскажите мне лучше про распад Советского Союза или же развал. Там подписывались какие-то договора? Ну, я просто как-то пытаюсь вас все время привести к какой-то истории реальной ближе. Реально ближе. Когда в 92-м году Украина отсоединилась от России, да, была возможность просто восточной территории присоединиться к России. Вот и все. И что дальше? Ну, вот у них было законное право. Просто этим не воспользовались местные жители, вот и все. Ну, и что дальше? Как регион Новороссии. Ну, и что дальше? Ну, у вас снова Новороссия. Ну, так мы до этого и были Новороссией. А до этого кем были? Потому что мы принадлежим континенту Азии, а не Европы. Европа принадлежит Западная Украина. Это континенты. Это еще одна замечательная, кстати говоря. Это уже география. Это еще одна замечательная, кстати, вещь. Сейчас я до Ленина хочу дать. Я из биографии Ленина уже хочу почерпнуть сейчас то, о чем мы говорим. Давайте вы сначала почитаете, потом придете через месяц, и нам будет легче просто общаться. Я не хочу просто переходить в оскорбление. Во-первых, это и для мужчины это некрасиво. Как я вас оскорбил? Да. Как я вас оскорбил? Вы начинаете сразу переходить в оскорбление? Как я вас оскорбил? Что, типа, вы умнее, вы, типа, лучше знаете. Я нет, я сидел, я даже вам открыто сказал, я плоховато знаю эту часть. Хорошо, давайте вы просто через... Да, но когда вы несете бред, то я вам говорю прямо в лицо, вы несете бред. И все, мужчине я это скажу, женщине я это скажу. Если вы не начитанный человек, я подожду, когда вы месяц прочитаете, и мы с вами пообщаемся. Всего доброго, до свидания. Просто начинает на меня давить. Выставляет просто. Я люблю за насилие. Послушайте, напишите на меня заявление куда-нибудь, что я на вас давил из-за того, что вы мне рассказываете альтернативную историю, которая не существует. Я думаю, вам все-таки будет, наверное, интересно, за что ее реально осудили. Потому что, как я и говорил, никакого языкового вопроса там не было. И быть не может никак. То есть за такое не осуждают. Осудили ее за призывы к разделению Украины, к гларификации российского агрессора, к гларификации Путина, непосредственно которого она называла спасителем Харьковщины. Призывала молиться за разделение Украины. Призывала ударить по Западной Украине ракетой. В Фейсбуке все это она делала. В Фейсбуке, кстати говоря, она подписана как Арина Арийская. Я думаю, это тоже косвенно кое о чем говорит. Но при этом, при всем получила она 5 лет. Ну и вот что с такими делать потом, мне представить сложно. Очень бы интересно было бы вывести ее как раз вот в Харьков. Там очень много жилых домов как раз пострадало. И послушать мнение людей. Разделяют ли они ее мнение о том, что Путин спаситель Харьковщины. Но я думаю, ее нужно было бы вывозить с смирительной рубашки. Чего, конечно же, делать нельзя. Потому что на чужие мнения она реагирует очень агрессивно. И я считаю, это форменная мизогения. Говорит мне о том, что я не могу сказать женщине о том, что она врет. Потому что в данном случае это чистая ложь. То есть она говорит о том, что ее осудили за поддержку языка. А осудили ее за совершенно другие вещи. Почему о таком можно сказать мужчине? И нельзя сказать женщине. Я, если честно, понять никак не могу. Потому что получается, что я женщину будто бы ставлю на какую-то другую планку. А это сегодня не приветствуется. Это нетолерантно. Поэтому, да, это форменная мизогения. Что еще? Да, пожалуй, наверное, и все. Ну, подписывайтесь на канал, вы же в курсе. Вдруг кто-то не подписан еще. Телеграмчик, ссылочка закреплена. Ютуб. А, вот. Самое главное. Я все еще задаю вопрос. И я хочу видеть в комментариях какое-то обсуждение того важнейшего вопроса. А что же делать с такими потом? Я весьма рассчитан. Я ее начинаю. Я эссистar. Продолжение следует...